Дорогие друзья, господа евреи Дорогие друзья, господа евреи Так вот, когда кончается срок принесения этих молитв? Начинаются они, мы тоже говорили об этом когда, а там есть несколько выражений, которые нам сегодня нужно понять, осмыслить, и этим мы занимались уже на прошлом уроке. Там было сказано в нашей Мишне, что Нараби Иуда сказал, что шахрит произносится до четвертого часа ад арба шаот. И мы объясняли, что в принципе в иврите это можно понимать до начала четвертого часа и до окончания четвертого часа. В русском языке это невозможно. Понятно, что когда я говорю до трех часов дети у вас отдыхаете, а в три часа начинается урок. Это понятно, что в три часа, если до трех часов идет некоторый период времени. Но не всегда, и даже и по-русски, понятно, что имеется в виду, когда мы говорим до чего-то. До чего-то можно говорить в пространстве и во времени. В прошлый раз я несколько раз сказал, что в иврите нет числительных порядковых. Есть, конечно же, первый, второй, третий и так далее. По крайней мере, до девяти есть, а дальше они уже приобретают форму обычных числительных. Ну, понятно, что это такое. Так вот, в про часы дня сейчас передано циферблат. Поверьте мне, сейчас у нас в натуре, да, ревари, можно так сказать, в моей натуральной жизни, шесть часов и одна минута. Урок мы начали ровно в шесть. Поэтому мы говорим, вот до шести мы отдыхали, и это означает, что в шесть часов начинается наш урок. До шести. Что значит до шести? То момент, когда на циферблате стрелка, обозначающая заканчание часа, встанет на отметке двенадцать. А вы говорите, это не так. Вы говорите, в принципе, как говорят, ад арба, то это тоже будет наши четыре часа. Но не совсем так происходит, не везде так всё это понятно. И поэтому раб Иуда мог по некоторым причинам иметь другие основания сказать такую фразу, и мы его должны понять. Почему? Потому что для нас это важно. Это закон, да, рабарье. Закон, до какого времени мне нужно по рабе Иуде читать шахрит, произносить шахрит. Он сказал, до четырёх. Мы помним, что такое часы, да? Вся светлая часть суток, начиная с рассвета, или с восхода солнца, или с зари, даже некоторые говорят, и до звёзд, если говорить по максимуму, или, по крайней мере, до захода солнца за горизонтом. Если он горизонтальный, не в горах мы находимся, и не в яме, есть такая отметка, то это считается днём. Всё это день считается. Этот день мы делим на 12 часов. 12 часов делим, и поэтому начинается первый час с рассвета, с начала дня, а закат – это конец дня, а потом уже начинается ночь. Ночь начинается. У нас здесь сказано «от эров до вечера», «от эров» – это называется «начало ночи». Есть день и есть ночь. Вечер – это не что иное, как начало ночи. Между прочим, полночь – это середина ночи. Это мы сейчас живём в такой эпоху, когда многие люди только в это время идут спать. Они думают, что ночь начинается, а всё остальное было вечером. Нет, это ночь. Есть ночь, есть вечер. Так вот, начинается первый час, а заканчивается двенадцатым. Это будет двенадцать в нашем часе исчисления, и полдень – это шесть часов. Поэтому Раби Иудака сказал, что «шахрит» мы произносим утром, начиная с началом дня, до четвёртого часа. Нас интересует до начала четвёртого часа или до окончания четвёртого часа. И чтобы понять, что это такое, откуда берётся вопрос, как мне на уроке сказали, да сказано же до четырёх, и одно ли то же. Да нет же. Вот когда мы говорим, что мы работаем с вами, отдыхаем с вами, да, сейчас так сказали, до трёх часов. До трёх часов – это понятно, что это такое. Откажите, пожалуйста, если у нас работа, вот мы должны выучить этот трактат до марта. Это до начала марта или до конца марта? Сейчас вы скажете, скорее всего, до начала марта. Вот так вот у вас такая догадка. Откажите, пожалуйста, а до четверга? Чтобы работа была до четверга. В четверг, мы ещё работаем над этой работой, над этим проектом или уже нет? Или, например, вы знаете, что мы должны въехать в этот дом до весны. До весны – это значит до начала весны или включая весну. Поэтому приходится говорить включительно или не включительно, так по-русски. Или, например, до сессии. Понятно, что когда мы говорим до сессии, у нас лекции считаются, произносятся в нашем институте до сессии. В сессию не произносятся, их не будет лекции. Всё, начинаются экзамены. И называется до сессии не включительно. Тоже понятно. Это не только во времени, но ещё и в пространстве. Человек спрашивает. Основка такая-то. 26 бакинских комиссаров. Сколько мне нужно ехать? Мы ему говорим езжать до второй остановки. До второй остановки включительно. Едем мы или, например, просёлочная дорога. Он говорит, вот мне нужно проехать до такого-то посёлка. Мы говорим, ты знаешь что? Езжай до третьего села, и там повернёшь направо, и там будет этот посёлок. До третьего включительно. А бывает не включительно. Доедешь до второго квартала. Мы говорим, шофёр, который едет на машине, и повернёшь. Ему не нужно приезжать второй квартал. Он проехал первый. Видите, не включительно. Возникают проблемы, и поэтому нужно выяснить вопрос до четырёх. Это включая четыре, или, бывает, не включая четыре. Поэтому нужно, конечно, сказать, раби Удас говорит, что шахарис читается до четвёртого часа. И тогда у нас возникает совершенно чёткий вопрос. Включая четвёртый час или не включая? Просто на иврите так не говорят. По-русски могли их сказать до четвёртого часа. Правильно? Это как с годами. До 2015 года. До 2015 года включая его или не включая? Наверное, не включая. Вот как и до марта. Март не наступил. То же самое и здесь. До четвёртого часа. Но иврите не говорят, говорят до четырёх. А поэтому интересно, что это имелось в виду. Давайте читаем то, что нам нужно положено прочесть. Это было в нашем Мишне. И Гемара на странице Каввав Амуд Бейт, 26-й лист, вторая страница. Мы это говорили, мы это проходили на прошлом уроке. Сейчас просто возьмём и повторим. Это очень быстро и очень просто. Но нужно это знать. Раби Иуда, Умер. Раби Иуда говорит. До четвёртого часа. Так мы это учили. И Бейт Легу. Спросили его. Не его спросили, а спросили своих учителей, ученики Павилонской академии. Спросили, что это за ад до. Какой-то смысл имеется. Ад бывает разным. Бывает до чего-то включительно или до чего-то не включительно. Наверное, звучит так. Ад В А Д А Б Х Л А Л А Л А А Д А А Д А А Д А Б Х Л А А Д А А Д А А Д А А Д А А Д А А Б А А Д А А Д А А Д А А Д А А Д А А А Д А А А Д А А А Д А А А Д А А А А А А Д А 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 Ло бихлаль, вы ло ад бихлаль, не включительно, не включительно, до начала четвёртого часа. Вопрос до начала четвёртого часа называется, по-русски говоря, до трёх. До того момента, когда стрелка достигнет цифры три на циферблате. Если бы мы наши часы, временные часы, могли представить в виде циферблата. Наш циферблат показывает вообще европейскую традицию. Мы все сутки делим на 24 сейчас. А вот в нашей Мишне, когда не было никакой Европы, никаких циферблатов, никаких часов, делилось, именно день делился, светлая часть дня. И полдень апреля по максимуму солнцестояния. Солнце стоит в зените, или близко к зениту. Вот они такой вопрос задают. И Гемара пыталась ответить на этот вопрос очень просто. Это мы спрашиваем про Шахрид, да, до четырёх. А давайте посмотрим на Минху. Ведь там он тоже сказал на Минху. Вы помните, что он сказал? Это нужно помнить. Мудрисы сказали ад-эров, а он сказал ад-плаг Минха. Сейчас мы ведь вспомним, что это такое, и это будет очень просто. И отсюда, может быть, мы поймём. И на этом заканчивался наш прошлый урок, что имеет Раби Иуда в виду, когда он говорит ад. Наверное, то же самое, что с Минхой, что и с Шахридом. Читаем. Ташма. Ташма – это сейчас будет доказательство. Иди, слушай. Ташма. Это не иди отсюда. Та, приходи. Слушай, сейчас я тебе приведу доказательство. Из нашей тоже, из нашей Мишны. Вы спрашиваете про Шахрид из нашей Мишны. А мы сейчас сразу ответим вам про Минху из нашей Мишны. И всё будет понятно и про Шахрид. Раби Иуда, Омер. Так сказано в Мишне. Про Минху. Ад-плаг-аминха. До середины Минхи. Плаг – это середина, деление на двое. Никакой связи с словом «плагиат». Да, он что-то сделал, а я украл. Нет, не так. Плаг – это рамейское слово «половина». Ад-плаг-аминха. До половины Минхи. Так это было сказано. Минха тоже когда-то произносится. И мы с вами говорили о том, что есть малая Минха и большая. Малая Минха, она ближе к вечеру. Минха – это вообще дневная молитва. Её нельзя произносить до, она не будет засчитываться, пожалуйста, до полдня. И даже немножко после полдня. Это то время, когда приносили жертву, жертву тамиды, ночная жертва, вечерняя, да, так, что было во второй половине, приносилась в храме. Утрем приносилась жертва тамиды утренняя, а вечером вечерняя. И она приносилась, приносилась эта жертва после шести часов и получаса. Некоторые говорят, что на самом деле можно было с шести, просто мудрецы прибавили, чтобы не было ошибки. Но так или иначе мнение есть, или Тора сама сказала, или мудрецы сказали, что шесть с половиной. Шесть – это что? Полдень. От нуля идёт до шести. А в эту сторону удобно? Я могу с этой стороны рассказывать. Потом проходит ещё полчаса. А потом проходит семь, восемь, десять и двенадцать. Вот с шесть с половиной до двенадцати мы можем произносить Минху. Так, это будет считаться Большая Минха. И мудрецы сказали, от эров до двенадцати. Вот пока солнце у вас не зайдёт. А раб Иуда сказал, до половины Минхи, или середины Минхи, плаг Минха. Это что означает до половины? Это означает, что вот ту Минху, которую вы называете Минхой, от шести с половиной, не до конца, нужно раздеть пополам, и вот только до этой половины. Для меня это не Минха, для меня это конец Минхи будет. А для вас это половина Минхи. Вот моя Минха заканчивается, так я получил, от наших мудрецов, тогда, когда для вас это только середина. Так он сказал раб Иуда. И мы проходили барайту на прошлом уроке, о том, что нет, речь идёт не о большой Минхе, а о малой. Какой малый, оказывается, есть ещё и малая Минха. Её можно было произносить Минху, начиная с шести с половиной, но хорошо бы её произносить попозже, почему что Тамид приносили вообще-то позже. Решался раньше, но старались позже. Почему? Потому что как только приносили жертву Тамид, после неё нельзя было приносить другие жертвы. И поэтому старались заканчивать все приношения, на мисбеях, на жертвенник именно этой жертвой Тамид. Когда нельзя ничего было сделать, когда её резали, резали эти две овцы, а потом брали кровь и бросали, крапили, говорят, на боковые рёбра, на стенки жертвенников. И вот после этого уже нужно было её сжимать. Ничего нельзя было делать. Чтобы не задерживать все остальные жертвоприношения, делали это попозже. А остальных жертвоприношений было много. Кроме этой жертвы Тамид, приносились жертвы и коллективные, и индивидуальные. Человек, например, благодарность Всевышнему хочет зафиксировать. У него что-то произошло, и он приносит жертву в храм. Платит за эту жертву, и её там приносит. Считалось это хорошим делом, нужно, в некоторых случаях это было нужно делать обязательно. Рождался человек, приносили определенные жертвы, тоже с сжиганием. Были жертвы, все сожжения, всё сжигалось, были жертвы. Шламим, который не всё сжигалось, что-то ели. Ели Куванимы, отдельные свои части. Ел тот человек, который её приносил, как жертва Курбан-Песах, на Песах. Мы ели её, тот, кто её приносил, как раз Куваним не ели. Была жертва Хатат, не дай Бог, что кто-то что-то нарушил, запрет Торы. Ему нужно было, чтобы очиститься, не только тшу сделать, нужно было принести эту жертву, и многие части из неё воскурялись, называется, сгорали. И чтобы всё это можно было сделать, тамид делали позже, и обычно начинали его сжигать после девяти с половиной часов, не после шести с половиной. Это шесть, это двенадцать, половина у нас девять, и ещё полчасика. Вот тогда начинали делать этот тамид. И минху многие произносят тоже с девяти с половиной до двенадцать. Если вы скажете, что это правильно, а это неправильно, это не совсем так. Величайшие мудрецы приносили минху по своему минхагу, по своему обычаю, я, например, годами живя в Иерусалиме, в первое время, когда вешиве швутами, я молился очень часто в Миньяне Рава Фишера, величайший каббалист последних, я не знаю, десятилетий, не века, ныне покойный. И он делал минху в Зикрон-Мойше, недалеко от Механа-Иуда всегда, первая она была, он приходил, первого, сколько можно было по минутам, вот эти шесть с половиной часов, о которых мы говорили, после чего молились. Многие люди сейчас, крупнейшие раввины, произносят минху, молятся минху вместе со своей общиной, когила, или со своей ишивы, и своим кололемости, главный большой раввин, и у него есть ученики, и они это учатся. Вот я как прихожу к Равушмейлю, у Ирбаху, Шалита, он это обычно делает, когда он в этот день дает уроки, в два часа, два часа дня, так это бывало, ведь он не ждал вечера, поэтому ничего страшного, кто начинает раньше, но были люди, так или иначе, есть такое время, малая минха, девять с половиной часов начинается и заканчивает, и вот здесь раб Иуда и сказал, минху нужно произносить, успеть начать ее до середины вашей минхи, вы когда начинаете, малые минхи, ваши малые минхи, в девять с половиной вы начинаете, заканчиваете в двенадцать, от девяти с половиной до двенадцати будет два с половиной часа, половина это час пятнадцать, значит, за час пятнадцать, ну, не было минут, не было пятнадцать, за час четвертью, за час четвертью до окончания дня нужно все закончить, это называется плагминха. Так сказал раби Игуда. Так, по раби Игуде надо произносить минху. Раби Игуда умер ад плагминха. А сейчас мы хотим узнать, что он имеет в виду, когда говорит ад плагминха, включая половину или не включая. Будем рассматривать сейчас не точку на сверхблате, середину, а прям так, будем говорить, половина минхи, есть половина минхи вторая, есть половина минхи первая. Вот здесь начинается, здесь половина, до бесчедверти одиннадцать идет первая половина, а он говорит до половины. До какой половины? До первой или до второй? Это же так скажем, до второй. Включая ее или не включая? И тут-то мы как раз можем предположить два варианта, включая и не включая, чтобы ответить на вопрос, с Шахариком включая или не включая. Сейчас посмотрим на Минху, читаем. От Плакминха, так он сказал. И Амарт Бишлама, не так я произнес, правильное произнесение это будет Амрат, точно. У нас просто им Амарт так говорили всегда, Амрат, если уж совершенно по закону нужно говорить. И Амрат Бишлама адвило адбехла, если ты скажешь, что не включительно, есть два варианта, включительно или не включительно. Включать нужно вторую часть от беседовки 11 до 12, или не включать. Если ты говоришь, что не включительно, то что? Гайну деика бейна Рабиуду или Рабанан. То в таком случае есть разница между мнением Рабиуды и Рабанан, и мудрецами. Мудреца сказали до 12 вечера, а Рабиуды говорят до Плакминхи. И до начала, не включительно ведь, да? Значит, не включая вторую половину. И поэтому Рабиуды имеют своё мнение, оно отлично от мнения Рабанан. Так мы читаем, айну, а именно, да ика. Есть бейна Рабиуду или Рабанан? Есть между Рабиудой и Рабанан, что есть разница. Если мы говорим, что не включительно, то понятно. Он говорит до беседовки 11, они говорят 12. Разница такая есть. Эла и Амрат, и Амрат Адва Адбихлаль, включительно? Это непонятно тогда. Включая вторую половину, значит, её окончание будет. Это будет 12. Ад-эров. И мудрецы сказали так же. Ад-эров. И понятно, что Ад-эров, эров не включается. Почему? Потому что эров это уже не время Минки, это уже ночь. После заката. Поэтому они сказали до 12. А если он сказал Ад-эров, Адбихлаль, включая вторую половину, то он тоже самое сказал до 12. Нужно же её включить. Так и написано. Эла и Амрат, и это если. Амрат, если ты сказал Ад-эров, Адбихлаль, включительно. Раби и Руда. И тут мы переходим на другую страницу, перелистываем. Я уже перелистал. И прямо в верхние слова. Айну, Рабанан, Рабанан. Это же и есть мудрецы. Которые сказали до 12. И этого не может быть, потому что зачем же нам привели два мнения, если они говорят об одном и том же. Сказано, что они сказали так, а Ад-эров сказал по-другому. Значит, по-другому. А суда мы видим, что говоря про шахрит до 4 часов, тоже нужно сказать то же самое. Не включительно. Потому что только говоря не включительно, мы видим, что разница есть с Минхой. Значит, мы сейчас к какому результату пришли на прошлом уроке? Не включительно. Иначе не получается у нас с Минхой. Это был предварительный результат Гемара. Сейчас будет все по-другому. Начинается сегодняшний урок. Эл-а-май. И что тогда? Ты так сказал? Не включительно? Эл-а-май. Ад-вело-ад-бихлаль. Если даже сказать, что ад-вело-ад-бихлаль. Не включительно. Все равно у нас будет тяжело. Мы хотели Минху избежать, да? Чтобы не было сложности там, да? Все равно будет Кушьян называется. Эйма Сейфа. Скажи-ка дальше, что написано. Сейфа – это конец, продолжение, заключительная часть Мишны. Там говорится про Мусов, если вы помните. Про Мусов так было сказано, что мудрецы считают… Он тоже читается весь день. А, прямо читаем. Эйма Сейфа. Вешель Мусафин коль айом. Мудрецы сказали, время Мусафа коль айом. До эрва. До витер. Как и Минху. Такое мнение мудрецов. Танакам еще говорят некоторые, да? Раби уда умер. Раби уда умер. Ад шеваша от. До седьми. До седьми часов. До семи часов – это до седьмого часа. Начало седьмого часа или не начало? Сейчас только мы сказали, что не включительно. Правильно, да? Сейчас так сказали. С Минхой следует, что не включительно. Каждый раз, когда Раби уда говорит ад – это не включительно. Ни вторую часть Минхи, ни седьмой час, ни четвертый час. Он считает, что до трех начитают шахрит. Потому что не включительно. А здесь что будет? Ад шеваша от это – не включительно. Не включительно – это будет до шести часов. Когда стрелочка дойдет по цифре шесть. Ой, у нас сложность возникла. Мусов читается, мы видим, по этому предположению не включительно, до полдня, до шести часов. Давайте я сейчас расскажу, в чем дело, а потом сейчас это прочтем. Дело в том, что Мусов произносится до шести часов, сейчас только мы увидали. А Минха начинается с шести с половиной, но самое раннее. Они не встречаются. А у нас есть Барайта. Что делать, когда они встречаются? Раз есть Барайта, значит, они должны встречаться. А следовательно, наше предположение, что Раби Уда сказал до семи часов, из семь часов он включается, до шести не проходит, надо включить. Понятная логика? Что-то читаем. А от Шевы Шаот, так сказал Раби Уда про Мусов, в Танья мы учили в Барайте. Смотрите, какая интересная и красивая Барайта. Все меня слушают. Танья. А Юли Фанавве Штаит Филот. Были перед человеком две молитвы. То есть, сегодня ему нужно произносить две молитвы. Пришло время. Ахаат Шель Мусов. Вэ Ахаат Шель Минха. Одна эта молитва Мусов, которая обычно произносится после Шахрита. А вторая – это Минха, которая произносится во второй половине дня. Или шести с половиной. Ну, а некоторые – с девяти с половиной. Шесть часов – это полдень, мы помним, да? То что в таком случае, когда у него две молитвы перед человеком, и он не успевает произнести… он ограничен по времени, ему нужно знать, какую молитву нужно прочесть, произнести первой. То есть, такой вопрос. Какую молитву произносите первой? То Барайта рассказывает. Митпалэль Шель Минха вахарках Шель Мусав. Митпалэль молится Шель Минха. Тут опущенное слово «тфила». Молитва Минхи. Понятно. Митпалэль Шель Минха вахарках, а после этого Шель Мусав. У него есть две молитвы перед ним, рыбари. Или Мусав, или Минху. Что произносить? Мудрецы, Танакам, так говорят. Сначала он произносит Минху, а потом Мусав. Почему? Шезо тадира, везо эйна тадира. Что такое тадира? Потому что одна из них тадира, а вторая не тадира. Что такое тадира? Регулярная. Она из раза в раз читается. Тадира обычная. Вот он так часто говорит. «У тадир ли агиды». Это его пидгам, его поговорка. Не знаю, можно ли сказать, а не тадир ли льмода, Мишева от шмода. Я каждый раз учусь от... Так иначе тадир, тадир, тадир – это регулярный, который в время идёт. Регулярная жертва. Тамид была. Так вот, одна из них регулярная, а вторая нерегулярная. Мусав произносится только когда? Только по субботам. Роша, Ходыш, Новомесячи по-русски говорят, и праздником. Холь, а Моэс, между праздничными днями? А у нас есть такое правило. Его нужно знать. Если перед человеком стоят две заповеди. Одна регулярная, он её должен делать, а вторая нерегулярная. И есть вероятность того, что он не успеет что-то, то во всяком случае он должен делать регулярную. Такое правило. Поэтому, если у нас одна молитва регулярная, это что? Минха. А вторая – мусав. То пускай сначала, как и было сказано, «Митпалэль шель минха, вахарках шель мусав». Когда они где-то встречаются, произносим минху. А мусав потом произносишь. Если успеешь, не успел, не успел. А рабиуда умер. А рабиуда – другое мнение. Но он по-другому говорит. Он говорит, «Митпалэль шель мусав, вахарках шель минха». Что такое, почему? Потому что у него есть тут же объяснение, моментально. Он объясняет это. Почему сначала мусав, а потом минху. Это проходит, а это не проходит. Почему? Потому что минха у тебя еще до самого вечера в свое время. А с мусавом он сейчас закончится. Потому что рабиуда сказал, что он до 7 часов. Но какое-то время у него есть, когда он кончается. Это у нас мудрецы сказали, что весь день, коль га йом, у них проблемы такой нет. У мудрецов нет проблемы, что из них проходит, а что не проходит. Они обе не проходят. Они обе пройдут, когда закончится день. Мусав может произносить весь день. Минху может произносить весь день. Поэтому минху сначала, а потом мусав. Почему? Потому что одна из них тадира, а вторая лодь тадира. Одна ежедневная, каждодневная. А у рабиуда проблема. Одна из них проходит, а вторая не проходит. Вот в этот отрезок времени, когда по раби иуде мусав заканчивается, оканчивание ца, надо спешить с муссовом, потому что Минхотов можешь почесть потом. И поэтому он говорит, сначала читай муссов, а после чего произноси. На иврите не говорят, читают молитву, митпалель, молятся молитву, читают шма, крят шма, да, читают. Кадиш мекатшим, освящают. Там вот так вот скажешь на иврите такую фразу, читай молитву, очень даже удивятся люди, молитву, один человек, не надо ее читать, нужно ее молиться. Ашма, надо читать. Интересно, да? Потому что одна проходит, а вторая не проходит. То есть для Минхи есть еще время. И если человек сначала помырался Минху, то на ус может не остаться время. На Минху у нее и так время будет позже. Поэтому воробьеву, говорит, это уходит, уходит, читай то, что уходит. То есть сначала помолится Мусов, он спокойно может посетить Мусов, Минху, даже после того, как время Мусов прошло, он уже произнес его. Вот такая барайта у нас. Интересная барайта. Раби Удан говорит, что сначала произносится Мусов, а потом Минха. А что он понимает по словам до семи? Включая или не включая? Мусов, считается, произносится, извините, до семи часов. Включаясь, семь. Снова, как у нас принято, я сначала расскажу. Сегодня у нас так принято. Сначала расскажу, а потом прочитаем. Если у нас Мусов произносится до седьмого часа, то есть предположение, включая седьмой час или не включая седьмой час. Если включая седьмой час, то нормально. Включая седьмой час, это окончание седьмого часа. Мусов читаешь до такого момента, когда стрелочка достигнет цифры, семь. А Минха началась в шесть тридцать, в шесть с половиной. Вот эти полчаса они и встретились. И вот он звонит мне срочно. Ребе, Ребе, что мне делать, мой ученик? Вот Мусов мне произносить или Минха. Я говорю, сколько у тебя там времени в том Чикаго? Он говорит, о моих еврейских часах в шесть часов тридцать пять минут. Неважно, ты уже вошел, у тебя и Минха, и Мусов по Романан. Если мы жили по Романан, проблемы нет, произноси. Что Минху, во всех случаях, а по Раби Иуде, ой, у тебя критическая ситуация оказалась. Потому что сейчас еще немножко, в семь часов, заканчивается что? Заканчивается Мусов, поэтому читай Мусов. Видите, если включая, то они встречаются. А если не включая, если, он сказал, ад, шева, до седьмого часа, и седьмой час не включается, это называется до шести. Это называется, что Мусов кончается с окончанием шестого часа в шесть. А Минха начинается когда? С шести с половиной. Они никогда не встречаются. А этого быть не может. Зачем же Раби Иуда нам говорит? В этой барате его мнение приводится. Значит, и по Раби Иуде они тоже встречаются. А раз по Раби Иуде они встречаются, значит, мы что? Мы говорим, что Раби Иуда, когда сказал, до семи, это называется, включай семь. Включай седьмой час. Вот у нас какая сложность возникла. Как только мы сказали, как в конце нашего прошлого урока, мы сказали, каждый раз Раби Иуда говорит, ад, это не включая. До чего ад? Да вот же, мы сейчас видим единственную возможность сказать, что включая. Давайте прочитаем все это. Значит, и Амрад Бишлама адвы адбехлаль. Адвы адбехлаль – это включительно. Если ты говоришь, что Раби Иуда, говоря, что Мусов до седьмого часа включая, а время Минхи, до половины Минхи включая, то наша Мишна понятна. Мишна наша? Замечательно. Какая наша Мишна понятна? Не Мишна, а, наверное, Барайта. Барайта про Мусов и про Минху, которые встретились, то наша Барайта понятна. Бишлама называется. И Амарта Бишлама адвы адбехлаль, включая, то гайну, де Машкахат лэгу штеет филот бэгады гадады. Гайну, а именно, де Машкахат встречаются или получаются, или одновременно существуют, лэгу, ані, штеет филот, две молитвы, бэгады гадады, одновременно, бэгады гадады вместе. О, хорошее слово, вместе. С шести с половиной часов до конца седьмого часа, это с начала срока Минхис, с шести часов до конца седьмого часа, это, конечно, срока для Мусофа, они встречаются. И в этот период возникает вопрос, что нужно произносить. Раби Иуда говорит, произноси Минх. Это понятно, если ты скажешь включительно. Эла, и Амрад Адвело Адбехлаль, но если ты скажешь невключительно, Эла, но, и Амрад, если ты сказал, скажешь, Адвело Адбехлаль, невключительно, Мусоф заканчивается в начале седьмого часа, это называется, в шесть, то что? Как они могут, как так может получиться, как они могут встретиться, две эти молитвы одновременно, вместе. Они не могут. Тогда закончилась молитва в семь, начало молитвы, да, Мусоф, закончилось. Боже, мы ее не произносим. А вторая только начинается в шесть с половиной. Почему? Еще и объяснение, кстати. Все, что я сказал, это написано на иврите. Кеван де Аты ла шель Минха, азла ла шель Мусофинна. Почему? Кеван из-за того, что пришла. Когда Аты пришла, когда пришла. Это написано, Кеван из-за того, что на самом деле. Когда пришла Минха, то уже ушел Мусов. И поэтому нам приходится говорить, что я бивудно, говоря, до седьмого часа, имел в виду включительный седьмой час. И правильно мы перевели до семи часов. Другой возможности нет. А у мудрецов проблемы нет, как мы говорили. У них все с двенадцать часов до заката солнца. Получается, что мы сейчас только сказали, что из нашей, нашей вот этой барайты про Минху. Минха с Мусофом вместе встретились. Мы видим, что, извините, надо говорить, что я бивудно имею в виду, говоря, ад это ад в ад бихлали, имеет в виду включительную. Ой, а как же включительную? А что же с нашим прошлым уроком? Как мы сказали про Минху, ад плагминха. Там-то включительно не проходит. Там включительно получается, что вторая половина Минхи, включая ее, получается ее завершение. От одиннадцати без четверти до двенадцати. Это называется двенадцать часов. Он тоже сам сказал, что ему тридцами. Они сказали до двенадцати, ад эров. И он сказал, ад плагминха. Это тоже. Включая плагминха, это получается, что одно и то же. Эл-а-май, ад-бэ-ад-бихлали. Это, так сказать, исключительно каши и рейши. Каши и рейши – это трудность на первую часть нашей Мишны, где говорится, что до половины Минхи. В таком случае, потому что до второй половины Минхи включительно означает до начала вечера, до конца дня. Ма-и-ка бэн-раби иуды ли-рабанан. Какая разница-то между ними? Все до двенадцати часов. И Гемара говорит, очень простая вещь. Очень простой урок здесь сейчас у нас. И это финал этого обсуждения, этой суги. Или, можете сказать, суги – это отрывок, законченный кусочек гемары. Или, можно сказать, июнь обсуждения этой темы. Логическое рассуждение, наверное, на тему этой суги. Она объясняет Гемара. Как-то только сказал, что есть кушья на рейшу, противоречия с Минхой. Получается, что нет разницы между ними. Ты что? Что ты решил или ты считаешь, что это плаг Минха, когда сказано было от плаг Минха, середины, половины Минхи, плаг Ахарона Каамар. О последней половине Минхи ты говорил? Так ты подумал. Это ошибка. Последняя половина Минхи, начиная от 11, первая половина Минхи, ну, мы про большую Минху говорим, от 9,5 до безчетверти 11, вторая – от безчетверти 11 до 12. Ты что, имел в виду вторую? Поэтому и говоришь, включая вторую половину Минхи до 12, это совпадает же с мудрецами, да нет же, плаг Решона Каамар, он имел в виду первую половину Минхи, первую половину большой Минхи, то есть, именно малой Минхи, которая с 9,5, от 9,5, это первая половина, до безчетверти 11. И вот здесь вот это вот юн у нас происходит, рассуждение на тему, включая или не включая, Равиду сказал, имел в виду вот эту половину, первую половину. Вейхахи Каамар, и так сказал Раби Иуда, он имел в виду именно первую половину, как сказал ад плаг Минха, везде, всюду, где Раби Иуда говорит ад, это всегда включая, то, что ад, и еще, Рабарев, у меня слышали? и еще он так сказал, до первой половины Минхи, включая ее, видите, вейхахи Каамар, и так сказал Раби Иуда, вейхахи, так Каамар, так он сказал, эймат нафиг плаг решуна, вейль плаг охорона, эймат это когда, матай, на иврите это матай, нафиг выходит, нафиг, вообще на самом деле выходит, здесь в данном случае заканчивается, плаг решуна, когда заканчивается первая половина, вейль, это выходит, это входит, вообще понимается, приходит вторая половина, плаг охорона, вторая половина, охорона последняя, когда, меки, навкой, ахат, асар, шаот, хасар, рвиа, меки, с того времени, вот как, это прямо называется момент, меки, ке, это когда, с того времени, навкой, ахат, с того времени, этот момент получается, ахат, эсре, шаот, хасар, рвиа, заканчивается первая половина, и начинается вторая, ровно, в одиннадцать, без четверти, начиная с, с начала дня, и вот эта вот половина меки, это и есть этот момент, не начало второй половины, а завершение первой половины, включая эту первую половину, в той барате, в которой мы проходили, помните, так было сказано, что имеет в виду раби-удака, ад, плаг, меки, как мы говорили, он имеет в виду, не что иное, как завершение, завершение, в начале второй, второй половины, а наши гемары говорят, а завершение первой, это один, тот же момент, одиннадцать часов, без четверти, раби-удак пришел и сказал, шахрит до четырех, до четвертого часа, мы спрашиваем, до четвертого, включительно или не включительно, конечно же не включительно, откуда мы знаем, да потому, что мы знаем про Минхо, он сказал, до половины, Минхо, до половины Минхо, это будет одиннадцать, без четверти, и если он сказал, что это не включительно, то придется всю вторую половину Минхо не включать, и тогда это нормально, тогда до одиннадцати, без четверти, если включать, то получается, что кончается вторая половина Минхо в 12 часов, это совпадает с мнением мудрецов, поэтому невозможно, что раби-удак, говоря ад, имел в виду включительно, не включительно хорошо мы ему говорим только на такое рассуждение в таком случае посмотрим на муссов если у человека есть минха и муссов там тоже наверно как сейчас сказал не включительно он сказал до седьмого часа если не включительно до седьмого часа называется до 6 а минкта начинается шесть с половиной точнее такой проблемы что читать что произносите раньше если он стоит перед муссовом и минхой а раз на такой проблемы о чем наш барайта говорит мы сначала произносим одно молитву а потом вторую поэтому скорее всего он сказал нет до конца седьмого часа вот тогда они встречаются до конца седьмого часа читается муссов а минка начинается в шесть с половиной вот тогда и возникает вопрос что читать что приносите раньше поэтому включительно вы включительно говорит раме вода окажется с минхой плагминха плагминха включая не включая ответ очень простой как только он сказал плагминха он имел ввиду первую половину вот девяти с пленой до битчерки 11 они вторую от битчерки 11 12 и поэтому сказал до этой половины включительно до 11 часов без четверти я не думал чтобы урок был такой уже очень серьезно если на то что я много говорю но его нужно посмотреть еще один раз не меня прослушать а еще и посмотреть глазами почему потому что здесь у нас есть некоторые приемы которым пользуется талмуд всегда это такие унифицированные приемы с которыми мы с вами и знакомиться удачи вам во всем главное главным образом в учебе в талмуде все хорошего шалом шалом и